Пожаловался на угрозы и пригрозил голодовкой. Директор агентства по обследованию и реставрации памятников Иоанн Штифаницы утверждает, что ему в нелестной форме угрожала председатель парламентской комиссии по культуре депутат от ПДС Лилиана Николаес-Кунофрей. Поводом для преследования и травли, как предполагает Штифаницы, стало увольнение ее сына. Сама политик заявила, что не станет комментировать, цитата, лживые заявления чиновников, которые задержались на своих должностях. Штифаницы намерен объявить голодовку, если его не перестанут преследовать. 1 ноября к нам приходит новая комиссия, новая команда, которую устраивает в агентстве по обследованию и реставрации памятников внезапную проверку. Я не предоставил им доступа ко всем документам агентства, потому что до этого нас уже проверяли два раза. Как они разрушили здравоохранение, образование, так они продолжают разрушать культуру. И пока я нахожусь в этой должности, я не допущу, чтобы политики вмешивались в этот механизм. Ион Штифаницы говорит, что выбрал место для интервью не случайно. Именно так хотел наглядно показать, что происходит в стране. По его словам, власти уже устранили Национальный совет исторических памятников. По становлениям правительства 8 сентября этого года новый состав совета должен был быть избран в течение месяца, но этого так и не произошло. И теперь, по словам Штифаницына, стал черед ликвидировать возглавляемое им агентство. За всей этой травлей, как говорит Штифаницы, стоит председатель парламентской комиссии по культуре, образованию и науке. А все потому, что когда-то он уволил сына председателя комиссии Лилиана Николаевского-Анафрей за неподобающее поведение и немотивированное отсутствие на рабочем месте. На то две причины. Первая – это деятельность в рамках Национального совета исторических памятников. И вторая – это самая личная проблема. Мы обратились за комментарием к народной избраннице. Лилиана Николаевского-Анафрей заявила, что не станет комментировать лживые заявления. «Я не стану комментировать откровенную ложь обиженных чиновников, которые должны уйти. Нам нужны сильные институты с честными и достойными людьми, которые служили бы в интересах граждан, а не в интересах групп с деньгами». Говорится в сообщении депутата. Ион Штефаница пригрозил начать голодовку прямо в своем кабинете, если в течение 48 часов преследования не прекратятся. Глава агентства по обследованию и реставрации памятников также пожаловался, что на все 5,5 тысяч объектов культурного наследия власти выделяют слишком мало средств, поэтому множество исторических памятников пребывают в плачевном состоянии.